Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес. Сегодня хотелось бы поговорить о эпилептоиде. Немножко вы просили выпуск про эпилептоида. Ну, смотрите, значит, вроде как тема секса хотелось вам услышать, потому что именно когда я снимал про девушку секс с девушкой эпилептоидой, вот вроде бы там вышел ваш вопрос, говорите, хотелось бы про мужика такое услышать. Ну, блин, сложно мне рассказывать про мужиков, если честно, эпилептоидов, какие они в сексе. Но, смотрите, если говорить отстраненно и просто предполагать, да, по психотипу, ну, любой эпилептоид, если мы говорим о, соответственно, не о девиациях, ну, и не о каких-то там акцентуированных состояниях, каких-то фантазиях, когда с шизоидом эпилептоид объединен, вот, договоримся, говорим об обычном эпилептоиде. Нет вторичных типов, нет психиатрических заболеваний, гормональных нарушений, он не будет, в принципе, изобретателем в сексе. Он будет, соответственно, как бы, ну, ну, все по классике. Мужики, скорее всего, будут грубоват, так немножко примитивны в этом деле, и он не будет стараться вам доказать, как нарцисс, к примеру, что он царь и бог в постели, он не будет что-то выдумывать, какие-то длительные марафоны стараться делать или еще что-то. Ну, для эпилептоида секс – это как поесть. И для женщины, и для мужчины. Секс – это, ну, вот, потребность какая-то, ты ее удовлетворил в той мере, в которой у тебя ее требовал организм, да, и если вот даже поесть эпилептоиды склонны все-таки как-то с изяществом, вот, для эпилептоида еда – это все-таки особо, как правило, такой особый ритуал, которому они уделяют внимание, то секс – это не особый ритуал эпилептоиду. Во многом тут, если говорить про еду и говорить даже о типах телосложения, да, и мы часто можем пронаблюдать, обратите внимание, что у эпилептоидов достаточно крупное телосложение бывает. Но тут можно корреляцию с гормонами провести, с психотипом, да, то, что каждый психотип, он определенным гормональным уровнем, балансом наделен. Ну, и опять же, смотрите, еда – это тоже в неком роде является ресурсом. У эпилептоида в целом вся психика, она завязана на этих ресурсных гонках, да, и в том числе так построены сам организм. Еда – это первичный ресурс, из-за которого мы начали развиваться, которым в свое время мы расплачивались, да, бартером, предметом бартера еда являлась в древнем мире зачастую. Поэтому, соответственно, в чем смысл? Эпилептоид, он нацелен как бы на поглощение данного продукта. И вот здесь вся вот эта история возникает более плотно. Эпилептоид, и, соответственно, в современном мире, ну, они могут как-то поготовить углубленно, сходить куда-то в ресторан, вот, хорошо покушать. Могут склоняться к неким застольям, любить их. И вот чувство, процесс насыщения себя пищей, да, у них бывает, что достаточно разным. Не всегда это происходит, но зачастую. Приглядитесь, эпилептоид простой тип личности, его легко определить. Посмотрите мои видео о том, соответственно, такой эпилептоид более подробно. И вы уже сможете определять, немножечко вычислять типы личности, и можете обратить внимание, как они относятся к еде. И да, в любом случае, для эпилептоида, я вот даже смотрю, более трепетно они относятся, чем к сексу, к этому делу. То есть, ну, в сексе вот грубоват, так скажем, к этому делу неряшлив, не ответственен он. Хотя, конечно, ввиду того, что у эпилептоида, ну, у мужчины теоретически должен быть хороший тестостерон, они являются достаточно мышечными, врутальными мужиками. Ну, поэтому каких-то проблем в постели тоже не должно быть. Ну, просто он не будет, типа, как в песне «Фантазия, ты меня называл». Он все вот так вот примитивно, значит, пришел, увидел, победил. Все, это вот про эпилептоида. Четко, ясно, конкретно. Взял самку и вот все сделал с ней, все, что нужно с ней сделать. Вот, то есть, ну, элементарно, Ватсон, элементарно. Значит, о и психотипах в бизнесе я уже говорил, ну, эпилептоид будет очень хорошо и аккуратно вести свои дела. Да, вы, наверное, так как смотрят меня по большей части, я так обращаю внимание, дорогие дамы, вы, наверное, бы хотели узнать, какой будет эпилептоид в отношениях, в семье, с любимой женщиной, с какой он будет, как заставить его, может быть, быть более нежным и лапушкой, друзья, никак. Никак вы не заставите эпилептоида быть более нежным. Вы не заставите эпилептоида быть более эмотивным. Вот среди женщин очень часто эмотивные эпилептоидки, они все-таки попадаются. Но вот среди мужчин это реже происходит, хотя бывает. И, соответственно, очень нередко вы сможете все-таки добиться от эпилептоида, особенно мужчины, какой-то действительно по-настоящему теплоты. Эпилептоид будет немножечко отрешен от вас. Он будет где-то в каких-то домашних делах грубоват. И даже женщины где-то в домашних делах или склонные, увлеченные какой-то работой, и когда, если они действительно на них возложили функцию, вот у меня такой случай был, то есть на девочку эпилептоидку, как только она пошла на работу и она приняла на себя функции такого начальника, она так глубоко в этот контроль над ситуацией погрузилась, что она отрешилась от своего женственного начала очага и так далее, полностью ушла. И даже небольшая какая-то женская забота, ну, в норме, которая была, она исчезла полностью. То есть человек вот как бы немножко в акцентуированное состояние зашел и все. Все, 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 все. Она больше начальник, она и дома уже начальник, она уже более системно мыслит, более практично, и чувством не остается места. Это вот для эпилептоидов характерно. А мужья в целом, если рассматривать мужчину и мужа, вот многие нарцисски, да, любят, или истерички, как ресурс, это вполне возможно. То есть, к примеру, у эпилептоидов, он в принципе, если женщина удовлетворяет его базовые потребности, он может с ней вполне себе спокойно делиться ресурсом и немалым, да. Ну, они такие достигаторы, им есть чем поделиться в целом. Но немножко они похожи на того крота, помните, который слишком много ест в дюймовочке. И, соответственно, вот отсюда будет, ну, он должен понимать, что он получит за этот ресурс. Поэтому просто так, из-за того, что у вас глаза красивые, вы не, соответственно, его не заполучите. Не удивите ничем эпилептоиду. А если вы ему будете и готовить, и убирать, и, может быть, выполнять даже где-то функции секретаря, и при этом еще и спать с ним, причем спать нужно будет именно тогда, когда эпилептоид посчитал нужным, эпилептоиду захотелось, потому что у него же весь день распланирован, у него график жесткий, и он как бы немножечко всегда в своих мыслях, в своих делах. И вот если он нашел место сексу, да, вот ему сейчас захотелось, ну, функция ваша какая? Постель, уборка, готовка, вот, понимаете, он, женщину, эпилептоид чистый, будет рассматривать только так. Да и людей, ну, понимаете, очень похожая ситуация с парноялом. Помните, я делал выпуск, что их часто путают с парнояльным. То есть эпилептоиды тоже, они склонны к людям потребительски несколько относиться. И на этом фоне будет, соответственно, женщина говорить, что он ко мне холоден, я не получаю от него заботы, я не получаю от него ласки, он в лучшем случае мне бросил деньгами в лицо и уехал куда-то в неизвестном направлении по делам и прочее. В большинстве случаев деньгами в лицо он вам не бросит, деньги нужно будет заслужить, эпилептоида доверия нужно будет заслужить, и вообще не все так просто с эпилептоидом. Эпилептоид склонен вас перепроверять, и эпилептоид не будет просто так с вами делиться ресурсом, если вы сами не представляете ценный ресурс. Но в отличие от паранояльного, у паранояльного ресурс должен быть более конкретным, представлять в себе способ достижения его сверхидеи ценной, и тогда он вас высоко оценит. А эпилептоид высоко оценит ваши практичные качества с точки зрения практического применения такого житейского. То есть для паранояльного хорошая женщина это как у Ленина, которая ему в революции помогала, которая разделяла с ним эти все революционные взгляды. Крупская, что ли, да? Крупская, напишите мне в комментариях, или я путаю. И, соответственно, у эпилептоида эта женщина будет другой. Она может, будет его интересы не разделять, не будет. Будет она ему помогать в каком-то достижении, не будет. Ему все равно. Вспомните, это ресурс. Ресурс непосредственно из секса, еды и каких-то простейших функций. Ну вот все. То есть функции типа стирки, готовки, глаз, как правило, и прочее. И он не будет посвящать, как правило, женщину свою работу. И вообще эпилептоид он будет ее оставлять дома. Это вот очень важно. То есть он даже, это же работа, это же, да, как вам сказать, это, ну, его личное пространство. Это то, где у него там все под контролем. Он осуществляет контроль. Зачем здесь он не понимает лишний какой-то человек, какая-то женщина, да, не профессионал, которая сейчас ему начнет чем-то помогать. А у парнояльного нет. У парнояльного сверхидея, и он хочет каждого сделать профессионалом этой сверхидеи. Поэтому здесь не нужно путать эпилептоида с парнояльным. То есть парнояльный вовлекает всех подряд. В том числе родственников, если получилось, жену. Она обязательно будет тоже сидеть с ним, агитационные плакаты рисовать. А эпилептоид, он, соответственно, мухи отдельно, котлеты отдельно, все структурно, да. Вот эти люди для работы, эти люди для секса, эти люди побухать. Ну вот, если он такой продвинутый, высокоинтеллектуальный, они очень часто вот так вот выстраивают иерархию. Ну вот, кажется, все рассказал о эпилептоиде. Не знаю, как я заклавлю этот выпуск. Ну, в общем, наверное, эпилептоид и всякие впечатления в любви, сексе и так далее. Дорогие друзья, с вами был снова Медикал Фитнес. Я его, Кравцев Сергей, ведущий. И подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравился выпуск. Напишите комментарий мне какой-нибудь. И, соответственно, жду вас на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье! До новых встреч!